Житель Самары спас жизнь 15-летней девочки, став донором костного мозга. Полное генетическое совпадение, большая редкость и единственный шанс на выздоровление. Операция прошла успешно, и через два года брат и сестра по крови смогут познакомиться. Алена Алешина о поступке ценой в жизнь. Здравствуй, мой донор костного мозга. Спасибо за шанс на новую жизнь. Я счастлива, что благодаря вам я в скором времени выйду из больницы и буду жить нормальной жизнью. Так начинается письмо пациентке детской онкогематологии своему спасителю. Она никогда не видела его, а он ничего не знает о ней. Но теперь у них одна жизнь на двоих, говорит Александр Емельянов. Пару месяцев назад ему позвонили из областной станции переливания крови, куда он регулярно ходит, и предложили стать донором костного мозга. Согласился не сразу, но когда узнал, что в его руках жизнь маленькой пациентки, сомнений не осталось. Где-то человек болеет и знает, что ему нужен донор, и тут находится все-таки донор, который подошел к генотипу на 100%. И это единственный шанс на избавление от этой болезни. Ну, как я мог после этого отказаться, если я могу спасти свою жизнь? Найти генетического двойника – большая удача, говорят врачи. Совпадения происходят в одном случае из 100 тысяч, поэтому за донора держатся, что называется, руками и ногами, и ждут ответственного решения. Если начинается подготовка к пересадке, и вдруг в этот момент донор откажется сдавать костный мозг, то пациент погибает. Если люди относятся к этой процедуре легкомысленно и подписывают это согласие ради интереса и какого-то самого пиара, то это очень грустно. Операция проходила в крупнейшем НИИ Санкт-Петербурга и длилась всего час. Практически без боли и без каких-либо последствий для организма самого донора. Взятый объем костного мозга полностью восстанавливается через пару месяцев, поясняют врачи. Такие операции могут делать и у нас, говорит главный гематолог области Игорь Давыдкин. Тем более, что практика проведения в Самаре есть. Но все зависит от финансирования. Стоимость одной квоты для трансплантации для одного пациента стоит сейчас чуть больше двух миллионов рублей. Раз и второе, там где есть трансплантация, должна быть в совершенстве развитой службы вспомогательной, чтобы был серьезный центр с большим количеством специализированных отделений. Теперь самарские и питерские медики будут следить за состоянием девочки. И если все будет хорошо, то уже через два года Саша сможет с ней встретиться. Потенциальных доноров ищут в федеральном регистре. Это огромная национальная база. Сейчас в ней почти 70 тысяч человек. За четыре года врачи провели 154 трансплантации костного мозга. Две из них благодаря донорам из Самары. Вступить в ряды доноров может каждый. На областной станции переливания крови эту работу постоянно ведут. И рассчитывают, что число самарцев, спасших жизнь тяжелобольным людям, будет расти и с каждым годом. Алена Алешина, Александр Дмитриев, Сергей Александров. Новости губернии.